Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. Сочинский фишт готовится принимать тестовые игры. Темп реконструкции стадиона сегодня проинспектировал губернатор. Авиационные боеприпасы времен Великой Отечественной ликвидированы. Спецоперацию провели в акватории у берегов Сочи. Нет договора на вывоз фекальных вод, нет самой воды. Накраевско-Греческое нарушение зафиксировано в нескольких домах. Бизон шоу в Сочи. Представители цирковой династии Тихоновых приехали на курорт с новым аттракционом. Сочинский фишт практически готов принимать мировые игры. Темп реконструкции стадиона сегодня оценил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Там выполнили уже 95 процентов работ. Сейчас проходит итоговая проверка Ростехнадзора. Глава региона поручил едва ли не круглосуточно контролировать ход реконструкции. Посетил глава региона и тренировочные площадки в Адлере и в Олимпийском парке. Напомню, что контрольный матч перед проведением Кубка Конфедерации состоится 28 марта. В этот день на футбольное поле фишта выйдут сборные России и Бельгии. Автопарк сочинского пожарного гарнизона увеличился. 14 новых единиц спецтехники было передано городу МЧС России для подготовки и проведения Кубка Конфедерации. Большинство машин для сочинских спасателей знакомы, но есть и многофункциональные диковинки. Об их возможностях сегодня узнала Татьяна Говоркова. Об этих машинах сочинские пожарные мечтали давно. Полноприводная автоцистерна на базе КАМАЗов с триской установкой пожаротушения, выдвижной лестницей высотой 24 метра и пожарный автонасосный рукавный комплекс, совмещающий в себе сразу три автомобиля. Существенная помощь от МЧС России для курорта. У нас вообще первый раз пришли цистерны с лестницами. Это как бы два в одном. И воду вывозят, и можем людей спасти. Это экономия личного состава, водительского состава. То есть очень удобно. И они будут стоять на Красной Поляне, потому что нам необходима там полноприводная техника, ездить по горам, сами понимаете. Машины, которые полегче, легкого типа, они будут в Олимпийском парке. У нас в Вадельском районе три пожарных части. Они будут распределены в Вадельском районе. Личный состав 19-й пожарно-спасательной части уже понемногу осваивает работу с новой техникой. Ведь именно им предстоит обеспечивать безопасность во время проведения футбольного турнира на стадионе Фишт. Боец Георгий Катанджиев несет службу уже шесть лет. Говорит, Олимпиада, несомненно, дала опыт. Но еще больше профессиональной навыки усовершенствовала наводнение летом 2015 года. И такая машина, качающая порядка 300 литров воды в секунду, с возможностью погружения насосов на глубину 25 метров, значительно облегчит работу спасателей при возникновении подобных ЧАЭС. Наводнения случаются. При наводнениях машина будет откачивать больше воды. Будем ее изучать, совершенствовать навыки. Вся машина в целом нам интересна. Точнее, работа насосов ее. Будем реоперативнее, и она будет откачивать больше воды. Из новинок и машины легкого типа. Автоцистерна из СУЗУ рассчитана на болтора куба воды. Она мобильная и первая будет пребывать на происшествии. Для руководства пожарного гарнизона тоже появилось новенькое авто. В штабной машине есть все необходимое оборудование для работы в любой ситуации. В целом же автопарк сочинского гарнизона пожарной охраны пополнился на 14 единиц техники. Пройдя все необходимые испытания, они будут обеспечивать безопасность во время проведения Кубка Конфедераций этим летом. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Обнаруженные водолазами МЧС авиационные боеприпасы времен Великой Отечественной войны ликвидированы. Специальную операцию провели в акватории моря у берегов Сочи. В течение двух дней специалисты Севастопольской группы подводного разминирования обследовали найденный самолет времен Великой Отечественной и боеприпасы. Уничтожать авиабомбы на суше было нецелесообразно, иначе пришлось бы их транспортировать через густонаселенную территорию. Во время проведения работ были предприняты все меры безопасности. Было выставлено оцепление катеров ЮРПСО и МЧС. Сотрудники полиции обеспечивали оцепление береговой полосы. Было остановлено судоходство и предупреждены все соответствующие службы и аэропорт. Боеприпасы с помощью строп и пневматических понтонов были подняты над грунтом и под водой перемещены в определенную точку, севернее самого самолета на 350 метров. После буксировки авиабомбы опустили на грунт, укрепили и установили на них закладной заряд. После подрыва водолаз обследовал место уничтожения авиационных бомб. Только после того, как специалисты МЧС убедились, что все боеприпасы уничтожены и остатков взрывчатых веществ нет, работы были завершены. Вытащили из того света, но вместо благодарности получили удар по голове. Пациент напал на бригаду скорой помощи. Медработники приехали на вызов, где человека пришлось буквально вытаскивать с того света. После того, как мужчина пришел в сознание, он ударил фельдшера ногой в голову и скрылся. Неблагодарного и опасного пациента уже задержали полицейские. Отсюда он вырваться начал. Я пытался придержать и уговаривать. И ноги из тех ремней, из нижних, он вырвал и начал пинать по аппаратуре. Почти двое суток на боевом посту. Врач скорой помощи Виталий Сафонов 30 лет помогает людям. Но настолько тяжелый случай в его практике впервые. Вечером 25 января рядовой вызов. Сообщили человеку плохо. Он без сознания. Пациентом оказался молодой парень. О том, что молодой человек в наркотическом опьянении, рассказали его друзья. Человека в коматозном состоянии прямо в машине скорой начали реанимировать. Пациент пришел в сознание. Но вместо того, чтобы поблагодарить, начал все крушить. Стал агрессивным. Ругаться нецензурной бранью. Размахивать руками и ногами. Разбивать аппаратуру. В процессе, так сказать, борьбы ударил преднамеренно фельдшера коленом в голову. Пострадавшего фельдшера госпитализировали. Провели обследование. Диагноз – сотрясение мозга. После дебоша в машине скорой помощи воскресший пациент сел за руль своего автомобиля и скрылся. Успокоить разбушевавшегося наркомана не могли даже его друзья. А ведь если бы медбригада приехала на место несколькими минутами позже, пациент скорее бы всего умер. Наш долг вывести из этого состояния, если больной в тяжелом состоянии находится, обида. В основном обида, что так они неблагодарны. Фактически вытаскиваем их с того света, они неблагодарны. Нападения, угрозы и агрессию бригады скорой помощи на своем пути встречают достаточно часто. Этот вопрос сегодня активно обсуждается на федеральном уровне. И есть большая надежда, что скоро нападение на врачей будет строго наказываться. Сейчас профессор Рошаль ведет большую работу на уровне правительства по той проблеме, чтобы признать нападение на представителей скорой помощи равным нападению на правоохранительные органы. Я горячо поддерживаю эту позицию. После нападения медики сразу написали заявление в полицию. Задержать мужчину удалось уже на следующий день. По горячим следам сотрудники полиции установили личность подозреваемого мужчины и задержали его на одной из улиц города Сочи. Им оказался 27-летний местный житель. По предварительным данным, он мог на момент совершения преступления находиться в наркотическом опьянении. Кстати, дебошир, работавший в службе такси, уже был ранее судим. Полицейским свое поведение он объяснил тем, что плохо стало на нервной почве и никаких наркотиков он не употреблял. Даже готов пройти медицинскую экспертизу. А весь сыр-бор произошел из-за якобы холода в машине скорой помощи. Попросил их, отпустите, пожалуйста, мне очень холодно. До того холода, что отражал уже невозможно. И руки не чувствовал, ничего не чувствовал, ни ног. Никто не хотел меня отпускать. Попросил, говорю, включите печку. Прошу извинить меня врачей. Очень сожалею, что так получилось. Пока полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, бригада скорой помощи снова готовится спасать жизни людям, которых медики, несмотря ни на что, не делят на плохих и хороших. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи создана муниципальная казачья дружина. Теперь нести службу в городе дополнительно будет 51 казак. Количество дружинников было решено увеличить в связи с проведением большого количества в Сочи крупных массовых мероприятий. Кроме того, в городе не так давно начала действовать и дружина выходного дня. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Провести традиционный строевой смотр казаков из Новороссийска в Сочи приехал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин. Все дело в том, что в городе с 1 января начала действовать муниципальная казачья дружина. Соответствующее удостоверение получил 51 казак. Дружина была сформирована только в начале года, но уже прошла проверку на прочность. Они были проверены несение службы во время усиления в Красной Поляне. Все выполнили задачу, все выполнили те условия, которые они должны были пройти стажировку, пройти аттестацию. Я считаю, что сочинская дружина – одна из лучших дружин кубанского казачьего войска. Это доказала Олимпиада, это доказала Формула-1, это доказали Паралимпийские игры. Сочинские казаки действительно не раз доказывали преданность городу. Они вносят существенный вклад в обеспечение общественного порядка, защиту госграниц, содействуют популяризации казачьей культуры, традиций и ценностей. Они в себе воплощают очень многие идеалы, на самом деле. Это честь, доблесть, мужество. Настоящие мужчины во многом, как бы это громко не звучало, конечно же, вот хотелось приобщиться. В роду, конечно же, тоже были, то есть решили пойти по стопам предков и присоединиться к этому движению. Всего в городе сегодня службы на платной основе несут 238 казаков, еще 200 на общественных началах. Все они патрулируют улицы, охраняют общественный порядок на крупных мероприятиях и даже помогают разгружать городские дороги. Также главой города Сочи было принято решение в этом году создать дружины выходного дня, которые осуществляют дежурство на центральных улицах города по выходным дням. Это казаки, которые будут дежурить в пятницу, субботу, воскресенье на наших улицах города. В прошлом году, благодаря совместной работе казаков и полицейских, в Сочи было раскрыто 15 преступлений, выявлено более 9 тысяч административных правонарушений. Казаки приняли участие в более чем полусотне рейдов по детскому закону. То есть такая совместная работа приносит реальные результаты. Тому подтверждение курортной Сочи по уровню безопасности в нашей стране занимает третье место. Кстати, после двух закрытых городов. В Сочи начинается прием заявок для конкурса на лучшее благоустройство пляжных территорий. Он состоится 31 января. 31 января в 14.30 в администрации города пройдет заседание комиссии под председательством главы города. Состоится презентация пляжей, которые передадут местным предпринимателям для благоустройства, а также будут оглашены условия конкурса. Принять участие в нем могут все желающие. Записаться необходимо по телефону 8-938-466-08-86 до 13.30 января. Заявки от потенциальных арендаторов пляжей будут приниматься в течение 30 дней. 2 марта подведут итоги и объявят победителей конкурса, которые предложили лучшие условия благоустройства пляжа и готовы выполнить необходимые требования. Речь идет об установке качественного пляжного оборудования, организации доступности для инвалидов в выполнении требований безопасности. Сегодня без воды осталось несколько домовладений и один многоквартирный дом на улице Краевско-Греческой. Причина тому не авария на водоводе, а нарушение экологического законодательства. Жители северного склона Бытхи в числе тех, кто еще не подключился к централизованной канализации. В рейд по Раздольскому сельскому округу сегодня отправился первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Значит, договоров нет, все, отключаем. Краевско-Греческая, 18-дроп-2. Этот 38-квартирный дом сдан, но без технических условий. В таких же личных условиях без системы канализования 15 семей живут вот уже три года. Имеющийся септик, рассчитанный всего на пять квартир, просто не справляется с реальной нагрузкой. И, по сути, является фикцией. Кстати, отсутствие договора на подключение к централизованной канализации – это не единственное упущение недобросовестного застройщика. У застройщика получается, что аресты пошли на других объектах, и он не доделал. Мы здесь газ сами подсоединили, электричество сами подсоединили, лифты доделали сами. Осталась канализация. Готовим документы. Вот этот дом, который рядышком, они будут проводить канализацию всей краево-Греческой. И мы будем туда включаться, ну как, по тех условиям. Застройщика об отключении воды в доме оповестили. Заняться проблемой тот пообещал через две недели. Пока же заложники ситуации остаются без воды. Водопровод, к слову, проведенный к многоэтажке от соседних частных домов, перерезан и опломбирован. Текут фекалии и у парадных входов к частным домам. У большинства местных жителей, если и есть локальные очистные сооружения, то договоров на вывоз жидких бытовых отходов нет и в помине. И пока не будет этот договор заключен, предписание сейчас ему выдавайте. В каждом втором дворе селяне все еще пользуются выгребными ямами, содержимое которых вывозят раз в год, опять-таки, незаконным способом. Вы же поймите, мы же сами же не будем дышать этим, правильно? Мы же сами стараемся убирать эти ямы. Естественно, выбираем, ну, не знаю. Естественно, выбираем так, чтобы машина приезжала. И договариваемся просто конкретно с водителем, чтобы они приезжали и убирали. Мое решение, конечно, заключу договор. Мне это выгоднее, простите. Если частным образом машина стоит 5 тысяч, так, а если, ну, официально, как мне сказали, 3 тысячи, естественно, выгоднее. Без договора на вывоз канализационных отходов жители не имеют права обеспечивать водой. Об этом селянам еще раз напомнят на общем собрании. На необходимость его проведения главам районных администраций указал первый вице-мэр курорта. Работа идет достаточно эффективно. Водоканал отключает неканализованные объекты, либо те объекты, у которых нет договора на вывоз жидких бытовых отходов. Им дается срок для устранения. Они этого не делают. Самовольно подключаются. В этом случае, конечно, приходится принимать радикальные меры в виде отключения от водоснабжения и обращения в суд за наказанием. Болезненно люди воспринимают, но требования законодательства никто не отменял. Экология должна быть на должном уровне, тем более у нас в городе Сочи. Поэтому ежедневно такие мониторинговые группы работают. В Сочи работу по пресечению сбросов неочищенных канализационных стоков на рельеф и в Ливневку активно развернули в середине 2015 года. Тогда и было выявлено 13,5 тысяч нарушителей экологического законодательства. Сегодня их остается чуть более двух тысяч. А это значит, что мониторинги будут продолжаться, пока нарушителей не выведут на чистую воду. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Накануне в Сочи вручили премию имени Петра Бажанова за поддержку культурных инициатив. А сегодня состоялась презентация книг его сына Евгения Бажанова, ректора Дипломатической Академии МИД. Она прошла в Зимнем театре. Евгений Петрович – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки, ректор Дипломатической Академии МИД России. Первую свою книгу написал еще в 1982 году. Сейчас сел за Перу основательно. В серии «Российские ученые и международники» вышла его книга под названием «Светлый мир» Натальи Бажановой. Это его супруга, которая всю жизнь посвятила себя политологии, истории, экономике, педагогике и дипломатии. Начала она как специалист по Корее, а Евгений Бажанов специализировался по Китаю. Это не обычный мемуар, а это вот наша жизнь на фоне того, что происходило в мире, в нашей стране, в нашем городе, в местах, где мы работали. То есть это больше рассказ о мире, в котором мы живем. А буквально на днях вышли из печати еще четыре тома Евгения Бажанова «Миг» и «Вечность». Автор запланировал 12-ти томник. Это анализ нашего противоречивого, сложного и очень интересного мира. Да и на презентации книг присутствующие задавали вопросы относительно устанавливающегося миропорядка. Как развиваться в нашей стране, какие строить отношения с Америкой, чем, например, грозит китайский бэби-бум. В 20-м веке мы воевали со своими христианскими братьями в основном, в Европе, а с китайцами в основном дружим. Сейчас опять дружим. Если мы опять начнем накручивать китайские настроения, мы будущие не предскажем, но мы сломаем те отношения, которые сейчас участвуют. Сейчас есть база общей интересы, готовность руководить по одной и второй стране идти дальше. Если сотрудничество, надо им пользоваться и строить такую модель отношений, чтобы ее уже нельзя было разрушить. Первыми читателями книг Бажанова стали журналисты, работники культуры, общественники. Сегодня многотомники переданы в библиотеки города. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и к другим новостям. Бизон-шоу в Сочи. Представители цирковой династии Тихоновых и другие всемирно известные артисты Росгосцирка приехали на курорт с новым аттракционом «Мир животных. Мир друзей». Премьера программы состоится 28 января. Увидеть интересные номера с участием красивых и мощных животных можно будет до 26 февраля. На репетиции нового шоу побывала наша съемочная группа. В последний раз Виктор Тихонов проезжал верхом на американском бизоне по сочинскому манежу три года назад. Тогда дрессировщик получил травму, выполняя этот трюк. Теперь взаимоуважение и партнерство с копытным мощным коллегой налажено. Номер конкур на бизоне отработан. Вообще дрессури бизоны не поддаются, их можно научить только слушаться. Но представитель знаменитой цирковой династии дрессировщиков раскусил пристрастие этих упрямых животных. В репетиции у нас есть всякие вкусные вещи. Сухарики с медом, с изюмом, на которые они идут что-то делать. Вот это единственный секрет дрессуры с бизонами. Мало того, что оседлали его, я сделал конкур прыжки через препятствия на бизоне верхом. Это главный, но далеко не единственный трюк. Бизон-шоу – уникальная программа. В ней собраны разные жанры циркового искусства. Клоунада, акробатика, жонглирование и, конечно же, разнообразие животных. Программа новая, программа необычная. Много экзотических животных. Это и бизоны, и яки, и ламы. Много рассказывать не буду, чтобы некая интрига сохранилась. Поэтому приходите, сами всё увидите. Все животные не просто передвигаются по манежу, а исполняют трюки. Як Лада, например, умеет ездить на мотоцикле. На тренировки ушло в два года. Надо было вообще приучить животных к мотоцикле. Потому что выхлопы, выстрелы, дым – это очень опасно. Они же никогда не видели. И сучинский зритель такой номер увидит впервые. Премьера Бизон-шоу состоится в эту субботу. Зрелищная программа с участием экзотических животных пройдет в цирке до 26 февраля. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 28 января в Сочи отметят 500 дней до Мундиаля. Торжественное мероприятие начнется в 16.00 на площади у ратуши Роза Хутор. Здесь же состоится открытие часов обратного отчета. Специальный гость программы – Евгений Ловчев, экс-защитник сборной СССР по футболу. Зрители ждет концертно-развлекательная программа, футбольная викторина, футбольный фристайл, шоу «Льда и огня». Часы обратного отчета до Чемпионата мира по футболу установят на мосту напротив главной площади Роза Хутор. Администрация города Сочи приглашает всех жителей и гостей курорта принять участие в этом мероприятии. Вход свободный. Все в ружье сочинские школьники выбирают самого меткого. Муниципальный этап соревнований до призывной молодежи по стрельбе из пневматических фунтовок стартовал на базе 24-й школы. Винтовки открываем аккуратно, закрываем также аккуратно. Все выполняем плавно и все выполняем по команде. Вопросы есть? Взяли оружие и прицелили. Перед стартом краткий инструктаж. За каждый выстрел и попадание по мишени определенное число баллов. Сегодня команды большинства школ районов города привлечены к занятиям одного из направлений военно-прикладного вида спорта – стрельбе из пневматических винтовок. Пять участников в составе команды соревнуются в меткости и совершенствуют навыки. Это входит в обязательную подготовку юношей. В 10 классе там специально проводятся занятия, так называемые учебные сборы с юношами, учащимися 10 классом, где тоже этот элемент стрельбы отрабатывается. Не только эти соревнования по стрельбе. Значит, у нас еще и будет смотр песни строя в каждой школе, в каждом районе. Школьные отборочные турниры определили лучших стрелков, которым сегодня предстоит доказывать и подтверждать свое мастерство. Участвовали в соревнованиях, заняли призовые места и приехали сюда. Три пробных выстрела дают понять, куда стрелять надо. Воздушки перестреляны, но в воде неплохо. Мишени тоже недалеко, удобно. Подобные соревнования нас объединяют, дружно ездим, все общаемся. В период проводимых мероприятий в рамках оборонно-массовой и военно-патриотической работы победители муниципального этапа и команда, занявшая второе место, поедут на зональные соревнования, которые пройдут в одном из городов края. Рената Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. Студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...